Решетка 0505. Могут применяться тарифы на сообщении данной. Разве я не молодец? У тебя это так хорошо получается, ты потрясающе подразниваешь людей. Я никогда никого не дразнил на шоу Music Core. О, подразнивание. Я однажды так сделал, и после этого мне продолжают давать сценарий полные шуток. Как и должны. Быстрее, быстрее, беги, беги. Я жду. Я слышал, что ты вчера в одиночку ел токпоки. Токпоки, но я съел не так уж и много. Где ты их заказывал? Токпоки в бульоне. Откуда были токпоки? Я забыл название. Они из ресторанчика, который был мне незнаком, правда? Еще у них был мини-кимбаб. И это было потрясающе. Поэтому ты ел один? Ага. Неважно. Виноград такой хрустящий, правда? Лино и Хёнджин. В последнее время они становятся ближе друг к другу, и это так здорово. Они уже были близки, но теперь стали еще ближе. Хёнджин часто приходит в наше общежитие. Почему вы, ребята, не ходите к нам? Я бываю там довольно часто. Нет, ты не ходишь. Я ходил раза три-четыре. Я ходил еще чаще. Они напоминают друзей и гурманов. В твоей комнате ничего нет. Кровать. Телевизор и ламба. Еще там есть освещение. Если ты выключишь свет, то сможешь управлять остальными источниками с помощью телефона. Мы много чего там делали. Однажды, когда нам внезапно захотелось сашими, мы самостоятельно отправились в Нуре-джин. Поэтому мы утром ели сашими. В семь утра. Я думаю, мы тогда закончили часа в четыре. Мы закончили работу в четыре утра. И нам внезапно захотелось сашими, да. Поэтому мы отправились напрямую в Нуре-джин. И купили там немного сашими в семь утра. Мы ели сашими в семь утра. У нас двоих есть девиз. Пойдем на поиски счастья. Мелочи, доставляющие счастье. Маленькие радости, да-да. Незначительные, но гарантированно веселые моменты. Но мы всегда перекусываем ночами, так что это проблема. Это могло стать проблемой, поэтому мы решили сдерживаться и ходить гулять. Так что мы, бывает, гуляем. Мы много гуляем, да. Ты ешь кучу закусок из круглосуточного магазина. Я иду в круглосуточное, чтобы взять немного кока-кола-зеро или газировки. И когда я иду все это оплачивать, кладу это на прилавок. А потом он кладет все свое рядом с моим. Дальгона, мармелад, конфеты, фруктовый лед и тому подобное. А ты сам оплатил свое мороженое, да. Можно сказать, что они сейчас как возлюбленные. А я бывший. И их отношения продолжаются. А, ты бывший? Они очень хорошо ладят. Точно. У них хорошие разговоры. Я думаю, что Лино полагается на Хён Джина больше, чем вы могли бы ожидать. Думаю, это не мог быть я. Я был бы для него недостаточно надежным. Я не мог удовлетворить его потребности. Ты заставляешь людей хотеть заботиться о тебе. Я? Ты бы хотел это сделать. Раньше ты ненавидел фотографироваться. Но должно быть, мы сошли с ума или что-то такое, потому что мы посещаем кучу фотобудок. Куда бы мы ни пошли, везде они есть. Я знаю, да. Поэтому у меня в последнее время полно фотографий с тобой. И позы, которые ты можешь принять. И конструкция фотобудки. В последнее время все сильно улучшилось. Это да. Когда мы ходили туда несколько дней назад, там был розовый фон. Да, это было здорово. Еще бы мы могли надеть парики. Парики и очки. Это видео выйдет примерно в одно время с маньяк. Потому что в фотобудке я принял позу из хорео маньяк. Это фотоспойлер. Ребята, это спойлер. Ставлю на то, что никто не заметил. Когда они жили в одной комнате, они были не настолько близки, как сейчас. Ну, правда? Тогда они не вели себя так. Но поскольку они уже не живут вместе, такое ощущение, что они не могут вынести разлуки. В последнее время они оба просто влюблены в Макдональдс. Серьезно? Макдональдс? Они любят есть бургеры. Правда? Для меня это прямо новость. Они часто вместе их едят. Я так хочу есть. Я ночью так хочу есть, а ты говоришь. Хион, Макдональдс? Это так соблазнительно, да? Так заманчиво. Это хорошая фраза. Хочешь Макдональдс? Так здорово. Это незабываемо. Наггетсы в прошлый раз, они были только что приготовленными. Мы должны были заказать 12. Почему я взял всего 6? Должно быть, я сошел с ума. Это здорово. Вы все должны попробовать заказать в Макдональдс только что прожаренные наггетсы. Они просто потрясающие. Серьезно. Ты должен быть благодарен. За что? Каждый раз, когда мы идем в Макдональдс, ты такой, я забыл кошелек. Верно. Разве в последнее время я не часто за нас плачу? Ты плачешь за все в фотогутке. Я плачу за большинство из них, да. Я никогда не видел Суни, Дуни и Дори. Ты же говорил, что у тебя аллергия на кошек, да. Но я хочу их увидеть. Когда я рисовал Дуни, мне пришлось часами его разглядывать, и он казался таким милым. Тебе нужно было присмотреться. Нет, он правда милый. Правда? Но становится еще милее, когда присмотришься. Например, у него пятна расположены в разных местах. Эти незначительные детали были такими милыми, сколько у него усов. Я не рисовал усы, правда? Да, такое облегчение. Однажды я увидел у тебя дома Ками, когда мы были трейни. У меня дома? Да. Когда мы были трейни. Когда ты ходил ко мне домой? Я был там однажды. Что мы делали? О, у нас была жареная курочка. Мы ели жареную курочку. Тогда и Ками, и мне было немного неловко. Я недавно снова увидел Ками, у меня дома, да. Мне нужно было зайти куда-то недалеко от твоего дома, поэтому я заскочил. Наверняка он был в растерянности. Почему? Поначалу я думал, что нравлюсь ему, но он меня облаял. Он просто сам по себе такой, он машет хвостом. Он лает, когда счастлив. О, правда? Он лает, если ты ему нравишься. Ты же становишься громким, когда счастлив. Вот тут так же. Хорошо, я понял. Я всегда говорю об этом. Кимчи-чим? Не это. Что? Маринованный в соевом соусе лук? Мое любимое блюдо. Раньше ты часто готовил. Да. Я постоянно готовил стейки. У меня был обычный стейк. Стейк 28-дневной сухой выдержки и 58-дневной сухой выдержки. Я хотел их сравнить. Ты прямо горел. Конечно. В последнее время ты даже не достаешь свой сувид, да? Забудь о сувиде, я слишком занят выпечкой. И я не ем приготовленное в сувиде. Верно. Я просто готовлю в сувиде. Разве не было бы здорово использовать сувид, чтобы подобрать температуру для поясной ванны? Это обязательно? Есть такая штука под названием термометр. Ты можешь просто засунуть его в ванну. Там вода остается теплой за счет конвекции. Ты хочешь запихать сувид в свою ванну? Вот как эта машина работает. Машина такая большая, и ты ставишь ее внутрь. Разве вот это все не сама машина? Нет, это просто контейнер. Тогда идея неплоха, правда? Тогда это настоящая ванна. Нет, на самом деле это сувид. Мне стоит упаковать тебя? Нет, ты хочешь упаковать меня? Как ты всегда это делаешь? Раньше ты часто так делал. Да. Мое лицо очень легко краснело. Поэтому я искал способы избавиться от этого. Мой дерматолог сказал, что поясные ванны могут быть полезны для уменьшения покраснения. Это помогает кровообращению. У меня холодные руки и ноги. Правда? Но зато у меня теплое сердце. Обычно я говорю эти строчки. Нет. Такой бессовестный. Если Хёнджин шутит над Лино, тот берет салфетки, чтобы... Верно. Он бы дразнил его и все такое. И засунул их ему в рот. Помогите! Когда Лино его хватает, он кричит, помогите, помогите. Недавно я несколько раз видел их в таком положении, правда? Я думаю, Хёнджин определенно храбрый. Как у ласки хватает мужества доставать тигра? Точно. За ними двумя так забавно наблюдать. Ласки охотятся на кроликов. Правда? Обычно они так и делают. Но этот кролик отличается. Да, этот кролик довольно жесткий. У него есть преимущество. Хёнджин начинает доставать Лино. И в ответ на это Лино мстит ему. Да, запихиваю ему в рот салфетки. И эти отношения не изменились. Поэтому Хан пытается их остановить. Как бывший. Я как дрессировщик. Он отвечает за Лино. Поэтому он пытается помешать ему что-то натворить. Не делай этого. Тебе не следует. Расслабься. Ну, как-то так. Давай позже сходим куда-нибудь отдохнуть. Да, давай посмотрим на Млечный Путь и все такое. Да, еще мы могли бы порыбачить. С возрастом. Меня начинает тянуть к природе. То же самое, правда? В последнее время раньше я ненавидел горы. Да, но я хочу сходить туда. И хочу отправиться на рыбалку. Чтобы я мог выйти в море на лодке и поесть сашими на борту. Звучит отлично. Еще немного рамена. Тебя укачает. Я хочу половить голубых крабов. Есть место, где ты можешь порыбачить на террасе. О, да, в твоем влоге. Ты видел, да? Они разговаривают о многих вещах, которые помогают поднять друг другу настроение. И мне кажется, они много времени проводят вместе. Так что это очень приятно видеть. Сейчас, по-моему, у них тоже много глубоких разговоров. Да, вы не осознаете этого, если у вас нет подобных разговоров. Но как только вы начинаете говорить о чем-то серьезном, вы понимаете, ладите ли вы по-настоящему. Верно, верно. Поэтому после того, как у них начались подобные разговоры, мне кажется, именно тогда они начали постоянно проводить время вместе. И у них обоих красивая внешность, на которую приятно смотреть. Они хорошо смотрятся вместе. Птицы одного полета. Птицы одного полета. Эти красивые парни. Ты просто красивый. Конечно. Воплощение красоты. Хотя мне не нравятся твои глаза. И нос твой мне не нравится, а еще рот так себе. Его глаза. Они такие глубокие. Его глаза. У него глубокие глаза, и у тебя много жирка под глазами. И его нос тоже. Сложно выбрать какую-то одну особенность. Ты довольно красивый. Теперь ты говори о моем очаровании. Что во мне красивого? Во-первых, твои глаза. Они могут скоро выскочить. Что ты подразумеваешь подвыскочить? Я имею в виду, что они заставляют мое сердце выскочить из груди. А, твое сердце. А что я по-твоему сказал? Ты держал вилку, когда сказал «выскочит, опусти ее». Ты сказал, что кое-что выковыришь. Так что это опасно. Ты с возрастом становишься трусливее. Ты прав. У тебя четко очерченные брови. Четко очерченные. И твоя метка красоты под глазом. Что? Как ты ее назвал? Метка красоты? У меня родинка под глазом. Родинка у тебя под глазом. И эта родинка в какой-то степени завораживает. Ты прав. Среди твоих фанкамов? Тайгри Инсайд. Ага. И Изи. А, Линоу Инсайд. Что это вообще? Они называют его Линоу Инсайд. Это Линоу внутри тебя? Я много раз его смотрел. Я был так горд. Я всегда смотрю твои фанкамы со специальных выступлений, в которых ты участвовал. Как бы Линоу это интерпретировал. И, конечно же, действительно, ты был похож на настоящего тигра. Я имею в виду, что это мой китайский знак зодиака. Я смотрел твое психопат, чокнутый. Зачем ты смотрел Псайку? Зачем? Год с Ду-Ду-Ду на Кингдом. Это погнали в конце Год с Ду-Ду-Ду. Что это за танец? После того, как Чан показывает пистолет из пальцев. Ты делаешь это? Мне это кажется очень динамичным. Сразу после дебюта, когда Дэн с Рачи танцевали вместе, если у нас были разные мнения, в воздухе витало напряжение. У нас всех были свои собственные стили. Хюнджин стоит на своем и говорит то, что хочет. И как старший, Лино слушает его. Вот какой он человек. И мы старались заботиться о нуждах друг друга. Поэтому со временем мы становились все более похожими друг на друга. Мы вдвоем выступили со Snow Prince. Если честно, это было больше похоже на простое исполнение танцевальных движений, чем на хореографию. Когда мы выступаем на церемониях награждения в конце года, коллабы, у нас много коллабов с другими группами. Поначалу мы очень стесняемся. И среди этих групп есть и старшие, и младшие. И даже тогда есть люди, которые становятся ближе по-настоящему близкими. Но поскольку я тоже сначала стесняюсь, есть люди, с которыми я не смог сблизиться. Это было просто слишком печально. И если бы это было не во время пандемии, мы могли бы устроить автопати, где могли бы сами всех поздравить и завязать хорошие дружеские отношения. Это было бы здорово. Так что все слишком печально. Но как только я возвращаюсь в нашу команду, да, мне это нравится. Это по-настоящему комфортно. У меня на душе спокойно. Тогда я должен был быть представителем Страйкидс, так что чувствовала давление. Но возвращаясь сюда, это что-то вроде «Я оставлю это на вас, ребята, разбирайтесь сами». Верно, верно. Именно так это и ощущается. Эти двое были вместе, и я находился между ними. И они просто несли друг другу какую-то чушь. Но есть такое странное чувство безопасности, исходящее от всего этого. Они правда хорошо ладят. Это было так интересно, но в какой-то степени это заставляет тебя думать о том, что это за чушь, да? Они несут чепуху, но ладят. Когда они вместе, то говорят много всяких глупостей. Они правда так делают. Приятно видеть, как они хорошо ладят. Но когда-нибудь я вернусь. Мне нравится, что ты делаешь это. Я много времени провожу один. Я сам предпочитаю это. Но каждый раз, когда это происходит, мне нравится, как ты тянешься ко мне и говоришь я останусь с тобой. Конечно. Мне тоже скучно. Да, я не думаю, что остальным по-настоящему скучно. Они потрясающие, они умеют веселиться. Мне нравится, что ты приходишь в наше общежитие перекусить ночью, когда я тебе звоню. Ты хоть раз был в моей комнате? Нет, я не могу прийти в ваше общежитие. Оно слишком далеко. Для меня тоже далеко. Нет, ты приходи. Да, я должен это сделать. У тебя небольшой спуск. Давай просто скажем, как есть. Конечно. Да, ты должен быть тем, кто придет. Все не так уж и плохо. В следующий раз просто принеси все свои вещи. Переночуешь. У вас есть лишняя комната? Мне стоит кого-нибудь выгнать? Сын Мина? У нас огромный балкон. Хочешь, чтобы я спал там? Я замерзну. Там же как в холодильнике. Давай сфоткаемся на твой телефон. Хорошо. У тебя длинная рука. Раз, два, три. Перевод предоставлен группой Nightmare. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр. Теперь я хочу наггетсы.